Ярко полыхает в печи пламя, наполняя теплом и светом мирное жилище. Это выказывает свое доброе расположение Чур, бог домашнего огня, тепла и покоя. Он охраняет достояние семьи, следит за ее благополучием, оберегает границы земельных владений, стережет поля и пашни, состоящие в определенной меже. Этот добрый бог становится всегда на защиту людей, вступая в борьбу с темными силами, которые изрядно его побаиваются. Места, где показывается Чур, люди придают таинственному освещению, после чего огораживают свои владениями живыми столбами, камнями. Черту родового владения, находящегося под охраной Чура, не дерзают переступать враждебные духи, да и само обращение к этому богу является надежной защитой от злых демонических сил, то и дело посылаемых Чернобогом и Марай. Призывают его люди на помощь, приступая к гаданию, к добыванию подземного клада и во многих других случаях, когда следует опасаться дьявольского наваждения. Стоит лишь обвести себя круговой линией, очертив ее зажженной лучиной или восковой свечой, воскликнув при этом, Чур наше место, как враждебные силы отступают в отчаянном бессилии. Почитают люди Чура и как Бога, освещающего право собственности. Если несколько спутников обнаружат нечаянно какую-нибудь находку, то, в зависимости от желания разделить найденное или овладеть им безраздельно, они восклицают, Чур пополам, Чур вместе, или одному, Чур маю. За то, что Чур заботливо охраняет людей от зла, они в благодарность чтут его, вышивая образ Бога на домашних холстах, скатертях, полотенцах, и вырезая его изображение на деревянных предметах. Чур обладает возможностью свободно перемещаться по миру и может принимать любой облик. Но чаще всего выбирает для себя образ белого волка, молодого парня или старика. Узнать Чура можно по ярким синим глазам. Чур очень справедливый Бог, когда кто-то пытается кого-то обмануть, обобрать, нарушает обязательства, Чур может очень разозлиться и спуститься на землю, чтобы навести порядок, наказать виновных. Бог Чур помогает избавиться от влияния злых людей, пожелавших зла. Услышав дурное пожелание, можно зачурать обидчика, сказав ему, Чур, тебе на язык. Тогда нехорошие слова не будут иметь воздействия и не сбудутся. Чур, хранитель рода людей, этот Бог постоянно следит за нашими делами и готов помочь, но чтобы получить его поддержку, нужно жить по законам праве, по справедливости, тогда Бог Чур защитит ваши интересы и выручит в трудную минуту. После того, как Верховный Бог Славян Сварог завершил процесс сотворения мира, он поручил своему внуку Чуру по справедливости разделить земные владения между людьми. Легенда гласит, когда Бог Чур снизошел с небес на земную твердь, чтобы поделить территории, многие люди, стараясь привлечь внимание покровителя границ, начали наперебой выкрикивать Чур, «Мое Чур, мне». Это выражение сохранилось в обиходе и сегодня. Для обозначения частных владений Чур наказал всем людям установить на границах наделов деревянные столбы, которые никто не вправе был передвигать без ведома хозяина. Немного позднее из пограничных столбов люди начали вырезать идолы самого Бога, чтобы показать другим, что владения находятся под защитой могущественного покровителя, и отпугнуть нечистые силы. Со временем появились и первые славянские обереги с изображением символа Чура, которые стали использовать для защиты жилища и семейного очага. Оберег Бога Чура называется Сторож. Он похож на фигурку человека, поставившего руки на поясницу, крепко стоит Чур, не сдвинуть с места. Такой оберег, символ всего, что принадлежит человеку, что хранят родные боги. Таким оберегом хорошо защитить жилье. Тогда Бог Чур будет оберегать дом от краж, недоброжелателей и зависти. 27 июля, Чура в день, этот день проводят непременно вместе, всей семьей. По традиции в Чура в день хозяева земли осматривают свои владения, ставят новые межевые столбики, приносят требы Чуру, а позже возвращаются в дом для совместного ужина с родными. В этот праздник хозяин не должен покидать своего дома, выражая этим самым Чуру свое почтение и уважение.